В этом видео хочу вам наконец-то поведать о своём нелегальном бизнесе, которым я занимался в 17 лет. Сразу скажу, это была не совсем чёрная схема, а скорее серая. Я не буду вникать во все подробности, так как это будет по факту признание в нераскрытом криминале. Так вот, в 17 лет я перепродавал краденые вещи. Вы, наверное, сейчас скажете, что это чёрная схема, а не серая, ведь воровство это уже уголовка. А вот и нет. Сам я ничего не крал, не хотел рисковать. Я сначала покупал ворованную вещь через Даркнет по очень низкой цене, а затем продавал её как бэушную, но по более высокой. Заниматься этим я начал в начале 2018 года. Я был нищим студентом, на нормальную работу меня не брали, так как я был несовершеннолетним. Да и сам я работать особо не хотел. Мне хотелось лёгких денег. Я вспомнил, что в то время распространялась такая тема, как Даркнет. Я сразу же решил изучить, что это такое и как там можно заработать. Схема же заработка в Даркнете я брал в Телеграм-канале. Опять же, не буду называть в каком. Но на тот момент мне было всё это ну очень интересно. И тут на одном из сайтов Даркнета я увидел айфон 7 всего за 100 баксов, разумеется ворованный. И я подумал, почему бы и нет? Вот вы смотрите все эти обзоры телефонов с Даркнета. Я же с этим напрямую работал. 100 баксов на тот момент из моих карманных денег у меня было. Я перевёл их в биткоины и заказал айфон через Даркнет. На мой одноразовый имейл пришло письмо с просьбой скинуть мой российский номер. Мол, у меня на него через месяц позвонит российский посредник и скажет, где забрать товар. Я всё сделал, как было в инструкции, и товар пришёл довольно быстро, где-то за месяц. Мне этот посредник позвонил, разумеется, со скрытого номера и с изменённым голосом. И сказал, где товар спрятан, чтобы его забрать. Я три часа ходил по другому берегу от Москва-Сити, чтобы найти доску, под которой лежал пакет. Дома я вскрыл айфон и заметил, что украден он был где-то во Франции, судя по языку и по фотографиям от бывшего пользователя. Да, воры в Даркнете даже не удосуживаются чистить телефон перед продажей. Судя по фоткам, украли этот телефон у какого-то нигера. Причём меня так подставили, что на этом телефоне до сих пор даже сохранился отпечаток этого нигера и был осуществлен вход в его iCloud. То есть он мог спокойно узнать о геолокации своего айфона через свой комп или через любое другое устройство Apple. Я прекрасно понимал, что французская полиция не будет меня искать в России. Да и судя по дате последней фотографии, этот телефон был украден ещё как три месяца назад и владелец давно про него забыл. Но я всё же пересрался, быстро сделал Factory Reset. На свой страх и риск, создав фейковый Apple ID, ни в коем случае не привязывал туда свою кредитку. Тут я понял, что пользоваться им мне не в кайф, так как это постоянный напряг, и решил его сбагрить. Я выложил его на Авито, разумеется, сорегавшись под чужим именем и назначил цену в 450 баксов, хотя покупал я его за 100. И тут я решил, что таким образом можно делать хорошие деньги, но нифига подобного. Рисков и суеты с этим «бизнесом» было гораздо больше, да и зарабатывать много не получалось от силы баксов 300 в месяц. Поэтому я решил сначала заниматься YouTube-каналом, а затем подождать 18 лет и устроиться на работу хотя бы в KFC, что я и сделал. Правда, теперь у меня свой бизнес, связанный с дизайном, уже легальный, и из KFC я уволился. Но стартовый капитал я сделал именно там. Вот скажи мне, в молодости, когда у тебя не было никаких там бизнес-идей своих, никакого проекта, а ты вкалывал под 12 часов, грубо говоря, на официальной работе, у тебя возникала идея заниматься криминалом? Сам я криминалом не занимался как таковым. Единственное, что я делал, это когда мне было лет 12-13, мы воровали металл на заброшенных стройках. То есть это, по сути, было ничьё. То есть криминалом назвать это я не могу. Потому что у меня не хватит мозгов пробраться на рабочий завод и там что-то спиздить. Поэтому работать надо честно. Я хочу сказать вам, мои уважаемые подписчики, никогда, ни в коем случае не связывайтесь со всякими чёрными схемами, даркнетом и прочей хернёй. Потому что это всё незаконно. Да, с чего-то и можно получить деньги, но поверьте мне, вы будете жить в постоянном страхе и бояться лишний раз где-то свою ебало засветить. И большинство тут, наверное, напишет «Да я лучше воровать пойду, чем в KFC работать». Или «Как же это так? Ты же сам говорил, что работать на дядю за фиксированную зарплату стыдно». Вы тогда, наверное, меня неправильно поняли. Стыдно не работать на официальной работе, стыдно ни к чему не стремиться и ничего не хотеть делать самому. Если человек работает в KFC и больше ни к чему не стремится, это и есть позор. А если у человека есть какая-то бизнес-идея, и он устроился в Макдональдс для того, чтобы сколотить стартовый капитал, это не стыдно. Скажи мне, считаешь ли ты, что если ты ещё студент с голой жопой, но ты хочешь чего-то добиться в бизнесе, то это позорно – идти зарабатывать стартовый капитал куда-то на завод, KFC или ещё на подобные работы? А тем, кто пишет, что он лучше пойдёт воровать, чем работать на дядю, засуньте свой руснявый менталитет себе в задницу. Так в своё время думала вся политическая и экономическая элита в России, которая сейчас стоит у власти. Именно поэтому ваша страна в такой глубокой жопе. На Западе же все крупные предприниматели начинали с малого. Ричард Брэнсон, ныне долларовый миллиардер, начинал с того, что разносил газеты. Полковник Сандерс, основатель KFC, в молодости работал и кочегаром, и шахтёром, и фермером. В России же все крупные олигархи и чиновники начинали с рэкета, с крышевания кооператоров, с грабежей. Большинство из них – это выходцы из ОПГ. Скажи, как вот ты относишься к тем людям, которые вместо того, чтобы честно добиваться своих целей каких-то, начинают заниматься криминалом, чёрными схемами, ещё какой-нибудь подобной хернёй? Чёрные схемы за такое нужно сразу отбивать голову, потому что даже у воров, именно которые не крыдуны, а именно воры, там по понятиям, которые чешут и так далее, даже им не разрешалось быть аферистами, потому что предполагалось уже заранее, что ты обманешь. А вору обманывать было нельзя. То есть даже преступники авторитетные не поддерживают всякие махинации, чёрные схемы, потому что это обман людей. А за обман надо убивать. Одно из основных качеств россиянского менталитета – это тупая амбициозность, но при этом нежелание вообще что-либо делать. Объясняю я это тем, что в России не существует среднего класса, как на Западе. Существует только элита из бывших преступников, и нищий класс, который на эту элиту работает, а её обеспечивает. Каждый россиянин хочет сразу стать Илоном Маском, но при этом считает, что работать в Макдональдсе – это позор. А ты поработай официантом, попробуй открыть свою кофейну, вникни в суть предпринимательства. Но нет же, в мечтах россиянина он будет купаться в деньгах, но делать ничего для осуществления своей мечты он не будет. Вот объясни мне эту особенность россиянского менталитета, что русские хотят сразу стать какими-то, не знаю, долларовыми миллиардерами, но при этом начинать с чего-то малого они не хотят. Вот почему они думают, что им сразу должно всё как будто с неба спуститься? С чем ты можешь объяснить эту тупую амбициозность? Честно говоря, даже сам не знаю, почему так происходит. Они, наверное, насмотрелись вот этих красивых историй по Голливуду, что деньги вот даются, когда кто-то приходит, кто-то протянет руку, предложит в долю и так далее. Да, это может такое быть, но в первую очередь ты должен что-то из себя представлять уже, чтобы такой человек тебя заметил. А второе, в России и так большинство людей нищие, 90%. Кто к тебе подойдёт и предложит там какую-то тему с тобой начинать уже богатой? Плюс в России там у меня семья, у меня работа, деньги можно заработать только на работе. Тупой советский менталитет, что нельзя вот так вот с нуля вырасти. Я это ощутил на своём канале, когда я с него ни хера не зарабатывал, когда я сидел в заднице. Тоже мне, знаешь, воняли, ничего тебе не получится и так далее. А теперь, сука, даже топовые ютуберы бегают ко мне за советами. Я молчу уже про завистников, которые узнали, сколько я со своего ютуб-канала зарабатываю. На этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на канал Махоуна.